Всем привет, я Элли Ди, и сегодня вас ждет топ-10 самых больших, просто огромных пород собак, поэтому смотрите ролик до конца. На 10 месте Леонбергер. Крупная порода собак, выведенная в 1846 году в германском городе Леонберг, путем скрещивания синбернаров, ньюфаундлендов и перенейских овчарок. Рост кобелей колеблется в пределах 72-80 сантиметров, а вес 54-77 килограмм. Леонбергер представляет собой большой и привлекательный собачий тип. Они обладают уникальным характером, создавшим репутацию идеальной семейной собаки, отличающейся особой любовью к детям. Представители данной породы характеризуются как верные, умные, легко обучаемые, рассудительные собаки с отличными сторожевыми качествами. На 9 месте Московская сторожевая. Крупная порода собак, выведенная в 50-х годах 20 века в России, путем скрещивания следующих пород. Кавказская овчарка, синбернар, русская гончая. Согласно стандартам породы, предпочтительный рост для кобелей 77-78 сантиметров. Минимальный вес кобелей 60 килограмм. Московская сторожевая – это собака уверенная в себе, уравновешенная, самостоятельная и контактная. Имеет прекрасные сторожевые и охранные качества. Эти собаки не знают страха и никогда не уступают. На 8 месте Бурбуль. Порода служебных собак с отличными охранными качествами, выведенная в Южной Африке в 17 веке. Это большая, вносливая, мощная собака, обладающая хорошей реакцией и пластикой. Рост кобелей в холке составляет 64-70 сантиметров. Вес представителей обоих полов колеблется от 70 до 90 килограмм. Бурбули нуждаются в постоянном внимании и заботе, которая будет заключаться не только в ласке, но и в регулярных тренировках и физических нагрузках. На 7 месте Ньюфаундленд или водолаз. Популярная гигантская порода собак родом из северо-восточного побережья Канады. Изначально они использовались в качестве рабочих собак для рыбаков. Благодаря перепончатым лапам, водоотталкивающей шерсти и врожденным способностям к плаванию Ньюфаундленда являются замечательными спасателями. Кобели обычно весят 60-70 килограмм. Некоторые представители породы, как правило, имели вес более 90 килограмм. Самый большой Ньюфаундленд-рекордсмен весил 120 килограмм. Рост представителей мужского пола колеблется в пределах 69-75 сантиметров, а женского 63-68 сантиметров. Они известны своими гигантскими размерами, огромной силой и чрезвычайно ласковым характером. Кроме того, они обладают высоким интеллектом и способностью принимать самостоятельные решения. Что касается огромной силы, то это не преувеличение. На 6 месте Тибетский мастиф. Одна из самых древних пород, служившая в монастырях Тибета в качестве сторожевой собаки, а также сопровождающая кочевников в Гималайских горах. Рост кобелей в полке 66-81 сантиметр, а вес кобелей варьируется от 60 до 82 килограмм. Тибетский мастиф – очень спокойная, сдержанная, послушная собака, сочетающая в себе способность охранять дом и быть хорошим другом семье, в которой живет. Главная отличительная черта породы – удивительная чистоплотность, отчасти схожая с кошачьей. Интересный факт – представитель породы Тибетский мастиф по кличке Хонконг является самой дорогой собакой в мире, за которую угольный магнат из Китая отдал полтора миллиона евро. На пятом месте немецкий док. Минимальный рост кобелей в холке равен 80 сантиметров. Вес кобелей может колебаться от 54 до 91 килограмма. Рекордсменом данной породы является исполинский немецкий док из Мичигана по кличке Зевс, высота которого составляет почти 112 сантиметров, а стоя на задних лапах он достигает более двух метров в высоту. Вес великана равняется 70 килограмм. Эти большие собаки сочетают в себе мощь и благородство, силу и элегантность. Немецких доков можно охарактеризовать как добрых, ласковых, преданных и послушных собак. На четвертом месте – Пиренейский мастиф. Породы гигантских собак родом из Арагона, Испания. Представители данной породы, появившейся на юго-западе Европы в компании азиатских торговцев, изначально использовали как пастушьих собак. Пиренейские мастифы – очень крупные собаки. Высота кобелей составляет 77-81 сантиметр. Средний вес составляет 70-81 килограмм. Пиренейские мастифы известны как исключительно умные и надежные собаки. Благодаря замечательным качествам, которые присущи собакам этой породы, сегодня их часто используют в качестве телохранителей и охранников. Мы подошли к тройке самых больших пород собак, поэтому ставьте пальчик вверх. Тройку лидеров открывает Синбернар – третье место. Порода собак гигантских размеров, происходящая от рабочих собак из итальянских и швейцарских Альп, которых первоначально разводили как спасателей. Синбернар – это очень крепкие, крупные собаки, высота которых равняется у кобелей 70-90 сантиметров. Согласно стандартам породы, вес Синбернара должен быть выше 80 килограмм. Наиболее часто встречаются собаки ростом более 80 сантиметров и весом более 100 килограмм. Синбернар по кличке Бенедиктин, весивший 166 килограмм, вошел в историю как самая тяжелая собака. Другой Синбернар по кличке Майор Ф был признан самой длинной собакой в мире. Его длина была 2 метра и 59 сантиметров. Спокойный, чуткий и дружелюбный характер делает из Синбернаров идеальных компаньонов. На втором месте, как вы думали, кто? Испанский мастиф. Порода гигантских собак, родиной которой является Эстримадура, Испания. Изначально порода использовалась для охраны скота от волков и других хищников. Рост кобеля испанского мастифа колеблется в пределах 77-88 сантиметров, а вес 80-120 килограмм. Этот благородный гигант будет прекрасным другом всем членам семьи и надежным охранником дома. И на первом месте самая большая порода собак. Мировой рекорд 155 килограмм английский мастиф. Старинная английская порода собак, которая носит статус самой большой породы собак в мире. Средний рост этих гигантов составляет 69-91 сантиметр, а вес может варьироваться от 68 до 110 килограмм. Рекордсменом данной породы является огромный английский мастиф по имени Айкома Зорба, который попал в Книгу рекордов Гиннесса при росте 94 сантиметра и весе 155,5 килограмм. Мастифы-аристократы известны своей мощью, смелостью, уравновешенностью и миролюбием. Они прекрасно справляются как с ролью сторожевой собаки, так и с ролью собаки-компаньона. Скоро вас ждет еще больше интересных топов. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх и пишите в комментариях, какие топы еще снять. Увидимся!